Есть кое-что, что сильно проявляется в 20 лет, с 20 до 30 лет, даже с 20 до 35 лет. Мы видим раз за разом во всех наших с вами взаимодействиях, ребята, через трансляции и любые другие способы взаимодействия с вами, положительное в том, что это поколение, не знаю, как его назвать, 20-летних, у них огромное предпринимательское рвение. И это чувство быть независимым. Ими движет не жадность, это инициатива, это очень хорошо, это замечательная черта характера, вот как они завладевают недвижимостью. И это рвение становится причиной, что эти 20-летние совершают две вещи, и зачастую плохие, потому что они делают их слишком быстро. Я делал это в свои 20 лет, но я бумер. И мое время давно ушло. У меня уже приготовлены мягкие домашние тапочки для похорон, понимаешь? Но это замечательное рвение, это замечательное предпринимательское рвение становится причиной покупки недвижимости этими 20-летними молодыми людьми. Потому что я должен купить недвижимость, я разбогатею на недвижимости, я разбогатею на недвижимости. Когда мне было 20, только-только появлялись рекламные ролики. Это было начало рекламных роликов. Да, я разбогатею на недвижимости, разбогатею на недвижимости. И я вырос на бизнесе недвижимости, я собирался стать богатым благодаря недвижимости. И я стал, я стал миллионером к 26-ти годам. И это приводит к безумию биткоина, приводит к безумию геймстоп, да? То же самое рвение приводит к этому. Я проверну вот это, нужно сделать вот это, здесь заработаю столько, сделаюсь вот так. Это не жадность, это характер. Моя интуиция говорит, что это не жадность. Это инициатива. Это позитивная амбиция. Но вот что случилось со мной. Я покупал недвижимость, которую не мог себе позволить. Я использовал кредитное плечо, одолжил слишком много денег, и в итоге из 4 миллионов стоимости жилья, 3 я был должен. Так что мой чистый капитал был 1 миллион. Но это не приносило денежного потока. Я перепродавал ее подороже, и это едва приносило денежный поток. Поэтому я знаю эту математику, потому что я прошел через это так, потому что я делал то же самое, только у меня было больше нулей на конце. Это не 400 тысяч, это 4 миллиона. И это сбило меня с ног, потому что банк был продан, и они это звали мою ссуду. У меня совсем не было денег. Были все эти активы, но не было денег. И когда это происходит с недвижимостью, ты становишься нищим, а не зарабатываешь состояние на недвижимости. В недвижимости нет маржи. Это не благословение, это ответственность. Инвестиции в вещи, у которых нет маржи, или высокорискованные азартные вещи, это злоупотребление вашим предпринимательским амбициозным рвением. Мне нравится рвение, но я хочу сделать из этого некую мудрость. Мудрость. Притормозите немного. Платите имеющиеся деньгами. Не инвестируйте все, что у вас есть, в супер рискованную чепуху. Я знаю истории людей, которые делали деньги на биткоине. Я знаю истории людей, которые делали деньги на геймстоп. Мы говорили на днях с одним. Я не говорю, что это невозможно. Но я также знаю истории людей, которые делали деньги на рулетке. Я знаю людей, которые делали деньги на колесе фортуны. Но это не значит, что у риска есть хорошие друзья. Они могут поднять 50 тысяч долларов Но они не променяли свою карьеру, чтобы стать операторами игровых автоматов Они не рискуют всем Не ставят все фишки на центр стола, имея плохие карты на руках И это то, что мы делаем, когда входим в недвижимость с большим плечом В бизнесы без маржи или крайне рискованные игры Потому что ставим все фишки на центр стола Если вы ставите небольшой процент от ваших фишек и готовы их потерять, и это вас не убьет Это другой разговор Я ни в коем случае не рекомендую этого, но я не буду смеяться над вами из-за этого И знаешь, это ведет к плохому критическому мышлению Окей, недвижимость — это хорошее вложение Значит, вся недвижимость, несмотря на то, сколько я беден, это хорошее вложение Это плохое мышление Это то, что случилось в 90-е с дневными трейдерами Это то, что мы сейчас наблюдаем с биткоином и геймстоп Но я хочу кое-что сказать тебе, Дэйв Мне звонят все эти люди на моем шоу, шоу Криса Хогана Которые откладывают и инвестируют И следуют плану и советам, которые они получают на подготовительных курсах в старшей школе Либо их учат их родители, которые прошли через это Либо на вот этих курсах И получается, что они обучаются основам на практике Где они думают и проходят через процесс, да? И это поощрительно А у меня были люди, которые думали, что я гений, когда совершал все эти сделки по недвижимости За исключением взрослых людей Взрослые люди, у которых есть деньги, смотрели на меня и говорили Сынок, ты слишком закредитован У тебя нет кэша Это сыграет против тебя Это тебе ухнется Потом ты поймешь Но я продолжал отвечать Вы просто слишком стары Вы не понимаете Это правильное использование рынков капитала Так я им всегда отвечал У меня отличная внутренняя норма доходности У меня не было кэша, так У меня было ликвидности Я не мог купить чертова кусочка хлеба Но у меня были эти 4 миллиона в недвижимости И эта идея, что вы можете разбрасываться своей надменностью Это все показывает вашу незрелость Это не говорит о том, что я динозавр Это говорит о том, что вы еще ребенок Вот о чем это говорит И весь смысл в том, чтобы лучше направлять эти амбиции Это движение Что очень хорошо для этого поколения В более медленный Методичный Основанный на кэше подход С высокой моржой И затем вы полюбите недвижимость У меня куча недвижимости Я хочу, чтобы у вас тоже что-то было